Всем привет! Сегодня у нас будет о отношениях в плане оппозиции иностранной жены здесь в турецкой семье, о идентификации с женщинами самим, своей позиции, своего места в семье, потому что мне этот вопрос очень сильно волнует, и я с ними часто встречаюсь, очень часто. Очень у женщин большой страх, когда они готовы хоть просто выйти замуж, либо иностранец, либо просто уйти из своих каких-то плохих семейных жизненных ситуаций у себя на родине, они готовы хоть за кого выйти замуж, хоть куда. Потом они, когда переезжают и уходят замуж, они боятся открыть рот, у них такая позиция на втором плане всегда в семье, они такие становятся типа покорными, но своего я никогда не имеют, они позволяют к себе плохо относиться. Фразу в своем видео сказала о том, что существует иностранная жена, которая знает себе цену, вот она, знать себе цену, она дорогое удовольствие для турка, потому что это очень много лишних расходов, оформление всяких документов, она не может первое время работать в стране, если у нее нет рабочей визы, да, оформление такого, как жена, я имею в виду, и поездки всякие на родину, всякие гостинцы, оформление всяких детских документов, когда рождаются дети, это очень дешевое удовольствие. И девушка мне пишет комментарий типа, ой, ну да, всем, это же всем понятно, что типа все же женщины, типа знают себе цену, тех, кто живет за корочку хлеба и за стаканчик водички, это же типа их так мало, зачем вы это объясняете? Так вот мне хочется сказать, что таких, к сожалению, очень много. Женщин, которые согласны на любые условия проживания, не готовы сказать свои «я», соглашаются со всем самодурством любым своих мужей турецких, будем говорить в частности про то, что я здесь вижу. Этого, к сожалению, здесь много, потому что у женщины нет какой-то защиты, и они изначально переезжают в каких-то трудных ситуациях покорными. Либо есть женщины, которые, блин, в России были, или вся на родине в Белоруссии и Украине, еще где-то русскоязычной стране, в Казахстане тоже. Ну, в Казахстане немножко другой менталитет, там мусульман больше, да, я имею в виду мусульманы, в основном у них более язык схожит тюркские народы. Это немножко другая все-таки уже философия идет, я имею в виду наша славянская. И когда девушка вроде бы казалась на родине самодостаточная, самоуверенная, все у нее в порядке, из нормальной она семьи, папа, папа, мама там ее в детстве не обижались у них хорошо, она переезжает в Турцию, она становится покорной, ротик вообще не откроет, глазки потупит вниз, делает все, как скажет муж, ее мнение не существует, и муж там, например, плохо к ней относится, обижает каким-то образом, например, финансовый абьюз, не тратит на нее деньги, вообще у нее никаких потребностей типа нет, покупает тупо продукты, одежду ее не покупает, и она не может сама работать пока первое время, да? Вот такие моменты, это абьюз вообще-то, кто не знал, это ненормальные отношения. А вот, в общем, деспотичность какая-то определенная, то есть казалось бы, на родине у нее было все в порядке, у нее был свой я, свой голос, а здесь в Турцию переезжая, она становится покорной, потому что здесь нравы другие, здесь мусульмане, другая культура и другая религия. Где-нибудь девушка должна быть покорной. И когда я это, блин, слышу на просторах интернета, где-то в комментариях, мне так хочется сначала смеяться. Вы вообще в Турции были и жили здесь, когда вы такое говорите. Покорная турчанка? Покорные турчанки здесь, которые в религиозных семьях, где живут кланово, из какой-то провинции, где, да, у них много детей в семье, родители давлеют, там, в принципе, образ жизни такой, они покорные. А турчанки прогрессивные, европейские, такие светские в больших городах, они не то, что не покорные. А еще есть турчанки, которые из таких же клановых, больших семей, с таким яйц, таким стержнем, когда они мужиков под каблук загоняют, под ноготь, и вся еще семья за ней идет и защищает в каких-то конфликтных ситуациях с супругом. То есть нифига тут турчанки некроткие, покорные, каких восточных женщин хотят видеть или позиционируют больше в религиозном плане, в религии мужчины, мусульмане. Это, например, покорные восточные женщины, такие как... Казахстан мы, наверное, не будем брать. Ну, на территории России, например, у нас там что? Кавказ наш, да, Северный Кавказ, в Чечне, например, это очень, да, про нравы женщины покорными выглядят, и одежда их, и все прочее, то есть они вообще там не высовываются, вот в таком плане. И девушки думают, что так и должно быть. В Турции вообще не так, и чтобы вы знали, покорности тут не ждут. Будешь покорной, и на тебя сядут, поедут, и будешь всю жизнь как ишак. На тебе будут пахать, тобой будут пользоваться. То есть ты будешь той, за которой за корочку хлеба, за стаканчик водички будут здесь жить. Вообще поражает очень часто проблема финансовая здесь, жен, и турки сами, когда женятся на иностранках, они не понимают, не думают, мой муж тоже даже не думал, не удивляйтесь вообще. Страхи у мужчин, что вот, например, она встанет и уйдет, уедет к себе домой, или у нее, когда рождаются дети, у мужчин страхи, жена иностранка соберет детей, уедет, вот это вот все, они семейные, детей любят. Это очень, они, мужчины, об этом сами, турки не задумываются в этих аспектах, в финансовых аспектах не задумываются, когда выбирают иностранку себе, жен. И вот у многих, вот девочки очень часто в письмах, кто-то, либо средний, когда достаток идет, всякие оформления документов того-сего, на жену, на ее потребности не остается. Очень многим не только, что там такие ленивые, не хотят работать. Первое время, не знаешь языка, адаптация, здесь в принципе тяжело морально находиться, и работать ты тоже не можешь пойти, по этим хотя бы причинам, и по закону, по сути, ты не можешь пойти, пока ты там женат, ты должен либо гражданином стать, либо рабочую визу на работе оформлять. И вот девушки попадают в такую западню, что у них нет денег. Странные жены попадают в определенную финансовую ловушку здесь в Турции. И очень у многих, блин, ну давайте будем честны, процентов 50 женщин, все очень многие думают, что турчанки не работают, сидят дома, можно сидеть, короче быть домохозяйкой, муж будет в дом все приносить, и я буду финансово независима. У очень многих это мотивация для того, чтобы найти себе мужа, мужчину, именно мусульманина, арабской какой-то страны, не обязательно Турции. Но тем самым женщины думают, что типа все мужчины, мусульмане, либо восточные мужчины будут такого плана, да, либо все живут, все очень многие думают по Корану, по религии своей, учитывая, что в Турции вообще 50% населения нерелигиозные, и типа они люди совести, дело, вот как в Коране написано, там так должно типа и быть. Ну нифига подобного, честно говоря. Немножечко отстеление было. В общем, женщины, выходя замуж, надеются и думают, что восточный мужчина будет их обеспечивать ног до головы, но не понимают о том, что не всегда будет на этого, например, мужчина сам не такой, как вы думаете, вы не хотите его видеть таким, какой он есть на самом деле. Мужчина сам не соображает, не понимает, потому что были до этого отношения только с женщинами своей страны, что иностранная жена это большие траты, это невыгодно очень, в плане, не представляет, да, финансово, какие траты будут и не предполагает, не рассчитывает, как его зарплаты хватит, всего прочего. И при переезде женщина получает не то, что она хотела бы, не какие у нее были представления, либо вообще бывают ужасные ситуации, когда вообще там денег нет. Я вам зачитывала истории свои разные, и до этого вы, думаю, в курсе, да, финансово, либо вот абьюз, просто нет денег на жену, ничего не покупается, либо там вообще они очень плохо живут финансово. И девушка в таком положении, ой, мужа вроде люблю, все хорошо, но финансовая ситуация фиговая, и вот такой получается финансовый капкан. Получила то, что хотела, она сидит, не работает, но денег на жизнь, на достойную, хорошую жизнь, как она хотела, не хватает. И муж у нее вроде неплохой, только вот не может он как-то больше заработать, их лучше содержать. И расставаться она с ним не хочет. Я вам честно просто посоветую тем, кто девочки, вот выходят замуж в смысле восточного мужчину, себе ищите, чтобы не работать, быть домохозяйкой, все это очень красиво звучит, но даже будучи домохозяйкой, вот как домохозяйка вам говорю, наличие своих карманных денег, какая-то финансовая, не в плане какого-то побега, себе надо подушку финансовую на что-то, на какие-то дела откладывать денежку, нет. Это моральная, во-первых, независимость тебя, как свободная какой-то личности, высказывать свое мнение, свои какие-то взгляды, когда у тебя есть своя копеечка, своя денежка, которую ты решаешь, куда ты тратишь, не спрашивая, скажем так, разрешения, одобрения, и тебе не надо ни у кого эту денежку спрашивать у мужа. В частности, да, тебе что-то свое, какие-то даже женские штучки либо еще что-то тебе нужно приобрести. А когда ты вообще в принципе по полной программе работаешь наравне, например, с мужем, я имею в виду доход в семью приносишь, не важно там, как ты работаешь, но у вас с мужем 50 на 50, вообще ты вообще себя чувствуешь по-другому в отношениях, в семье. Я вам советую не вот этой вот восточной сказкой быть полностью от мужа зависящей женой, нифига, в Турции женщины здесь работают, я вам вообще советую, когда вы переезжаете, искать, если у вас есть жилье, не продавать на родине, если этой возможности нет, в Турции, когда вы переезжаете, три года пошло после свадьбы, делайте гражданство, выходите на работу, на полставки, где-то возле дома, заодно вы будете учить язык, какую-то работу, хоть какую-то, я не говорю, что вас возьмут топ-менеджеров, какую-то компанию, по вашему, например, образованию, не обязательно за диплом свой держаться, просто получайте какую-то копеечку за что-то, может вы пойдете, например, в русский какой-то детский садик, няня из соцпедагогического образования, вообще, кстати, идеальная работа, мне кажется, живя за границей, работать по своему языку, где-то там, если у вас комьюнити какие-то, ваши национальности, там, из вашей страны есть, вот такое прочее, это очень удобно, и оплачиваемо, и вам по душе будет, и у вас будет еще коллективский, можно или людей каких-то встречать, что с вами на одном языке, может поговорить, ваша адаптация, так будет проще проходить. Короче говоря, сидеть, стремиться дома, это не развитие, скажем так, в плане финансово, вы попадете, либо финансовый капкан какой-то, либо настанет момент, когда вы этим насытитесь, вам надоест быть женой просто, вы захотите идти работать, такой момент должен настать, вы, это какой-то этап развития определенной в вашей стране, потому что вы будете знать язык, менталитет людей, и вам захочется уже с ними контактировать, выходить на работу, коллектив какой-то вокруг себя, местных здесь иметь, вас это захочется потом со временем, и вот пассивный доход, либо вы выходите на работу, когда сюда уже переехали, у вас есть на это официальном гражданстве, например, вы устраиваетесь, вы, когда просто получаете свои какие-то деньги, даже если они маленькие, не огромные, независимость у вас просто, моральная, у вас повышается самооценка, вы себя чувствуете на ногах, когда у вас какие-то деньги, которые вы можете на себя потратить, когда вы решаете, куда их потратить, и разве это неприятно, когда-то пойти в ресторан, вот мне лично, я по себе сужу, мне очень приятно, когда я могу пойти в ресторан и заплатить за себя, за мужа, за нашего ребенка, за наш семейный какой-то ужин, не в дешевом каком-то месте, я не чувствую себя, вот я типа копеечку, я не жадный в принципе человек, копеечку от себя отстегиваю, мне приятно, что я чувствую себя, я заработала, я могу себе это позволить, и вы не поверите, как моему мужу, это приятно, потом может мне муж эту сумму положить в кошелек, молча потом сумочку, мне еще что-то, но сам факт, то что не унизительно, а жена типа платит, и я там немощный, нет, у него другой играет, у него гордость за то, что его жена, во-первых домохозяйка, в плане она заухаживает за ним, за детем, за домом, там не знаю, вкусно его кормит, или еще что-то, то есть в этом плане все идеально, она за собой ухаживает, нормально выглядит внешне, так еще может денежку заработать, то есть у него гордость за это происходит, перед другими людьми, когда у него спрашивают, ну у тебя жена домохозяйка, да, ну что там как-то там, ну такие вопросы, да, вот у меня тоже, например, жена не работает, блин, лучше бы на работу пошла, сидит, сверлит, денег у нас не хватает, такому роду, а у меня муж очень с гордостью скажет, моя жена зарабатывает, она психолог, и при этом она домохозяйка, на фрилансе, знаете, как этот, и он, это очень гордость, он не ждет от меня денег каких-то, трат или еще что-то, но мне лично приятно тратить на себя, на свою семью, на ребенка абсолютно, это вообще очень кайф доставляет, желание работать снова, и приятно делать подарки себе, и мужу, своим каким-то близким, в общем, я честно скажу, когда вы начнете зарабатывать, и быть более как-то в этом финансовом плане, независимым, вы себя, улучшаете свое качество жизни, морально, вы себя чувствуете лучше, второе, вы не попадаете в финансовый капкан угнетения, если вам не хватает финансов каких-то в семье, в турецкой, с мужем, и, короче, уже, камон, давайте бороться с этими стереотипами, что все турчанки сядут дома, они работают, знаете, сидеть дома, не работать, когда у тебя дофига денег, как многие мечтают просто, я озвучиваю, сейчас транслирую мысли девушек, которые мне пишут письма, моих подписчиц в комментариях, я все это вижу, это, конечно, круто, но это не так уж и много, большой процент женщин, да, а если мужчина при деньгах, ну не факт, что он будет нежадным, если даже он состоятельный, и вам не нужно работать, это еще и не говорит о том, что вам эти деньги будут доставаться, люди понимаете, характеры бывают разные, то есть, то картинка, к которой вы стремитесь, мечтаете найти восточного мужа, именно вот в этом плане, не всегда совпадает, это, блин, из 100%, может быть 20%, а 80% остаются на бабах, и получают не то, о чем они мечтали, складывается немножко, как судьба по-другому, поэтому женщины, я считаю, что не нужно все бросать финансово в плане, либо там есть возможность сидеть, не работать, когда вам не хватает денег, идти и работать, вы морально себя лучше по-другому чувствуете, просто будете, вот, вот так, я считаю, что, как вообще с другой стороны прожить, и, блин, ну в браке, там 20-30 лет, и, блин, ничего не иметь, и вы всегда должны думать о каком-то своем будущем, а что когда-то, не то, что вы там разведетесь, ну, в конце концов, инсульты, кальпатак, кардио, как это называется, всеречные приступы, никто не отменял, и сегодня есть муж, а завтра вашего мужа здесь нет в стране, понимаете, вы всегда об этом должны помнить, и у вас всегда не то, что там денежка какая-то в запасе должна быть, вы должны стоять на ногах, и в любой какой-то критической ситуации, остаться на ногах, а не упасть, и быть абсолютно немощной, если вдруг в один момент вашего супруга рядом с вами не станет, вот я о чем, и если у вас есть дети, например, вы должны стоять на ногах не только для себя, но и финансово для ваших детей еще в том числе, и как всегда говорит моя мама, я тоже так считаю, когда ты рожаешь ребенка, ты всегда должна думать о том, что сегодня у тебя муж есть, а завтра каким-то ситуациям ему может не быть, и ответственность за ребенку ты несешь сама, то есть за двоих, а бывает у кого-то за троих, и финансовую в том числе, должна родить столько детей, сколько ты сможешь сама заработать и прокормить, имейте девочки это в виду, я хочу, чтобы вы были не в абьюзных отношениях, и жаловались мне, что у вас мужья не тратят денег, что их нужно либо деньги от мужа выбивать, либо он ваши интересы какие-то финансовые, скажем так, упускает, не обращает на них внимания, но вы тоже будете более-менее какие-то независимы, у вас появится другое право голоса, и другие ощущения в отношениях, вот так что спасибо за ваше внимание к моему видео, жду ваших комментариев по этому поводу, что вы думаете, скоро увидимся, всем пока!